Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Дура, я бегал в другой футболке. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. А ты кроссовки понюхай. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но трусы сухие и совсем не пахнут. Сука, футболку нюхай! Дорогой, где ты был? У соседки. Странно, но футболка пахнет, как будто ты бегал. Дорогой, где ты был? Срал. Странно, но бумага сухая и совсем не пахнет. Дорогой, где ты был? Писал креативы. Странно, но твоя футболка не пахнет. А с хуя ли она должна пахнуть? И ты заебала всё нюхать? Нюхать, убейся, блядь, об стену. Иди нахуй, но... Я сказал, иди нахуй. Дорогой, где ты был? Бегал. А чё? Хуй через плечо, наконец-то я тебя подъебала. Дорогой, где ты был? Стрелял по лягушкам в Германию лазером из космоса со спутника. Странно, но травой не пахнет. Дура, я по ТЛСД. Дорогой, а почему от тебя пахнет? Потому что я сегодня сбегал в гидроскопандре. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но твоя футболка совсем не пахнет. Мне что, блядь, на руках бегать, чтобы от меня воняло? Дорогой, где ты был? Нюхал. Клей. Нет, блядь, футболку. Дорогой, где ты был? Пошла нахуй. Муж неожиданно возвращается домой. Любовник выскакивает на балкон, хватается за перила, перепрыгивает их, а руки отпустить не решается. Страшно. Час висит, два, светает. Выходит, дворник замечает его. Эй, ты чего тут делаешь? Как что? Вот вешу. А ну виси, виси, только ноги подними, дай подмести. Представляете? Прихожу домой вечером с работы и застаю свою жену в постели с каким-то шведом. Ну и что вы ему сказали? А что я мог ему сказать? Я же не знаю шведского. Одна женщина приходит на работу с подбитым глазом. Ее спрашивают. Кто это вас так? Муж. А мы думали, что он в командировке. Я тоже так думала. Звонок раздался в десять утра. Мария Ивановна отложила вязание и сняла трубку. Ваш внук только что попал в серьезное ДТП. Он виноват. Торопливо объяснял неизвестный. Разбита дорогая иномарка. Есть жертвы. А это трех до пяти лет лишения свободы. Чтобы помочь внуку избежать тюрьмы, придется заплатить. Сколько нужно? Двести тысяч. Решительно заявили на том конце провода. Готовьте деньги, сейчас к вам приедет наш человек, и об этом звонке никому. А то внучек точно попадет за решетку. Но дома таких денег нет. Схлипнула Мария Ивановна. Нужно ехать в банк, а это на другом конце города. Выходите на улицу, к дому подъедут серебристые жигули и отвезут туда, куда нужно. И помните, никому ни слова. Это в интересах вашего внука. Проехав полгорода и остановившись возле банка, водитель прижал палец к губам. Мария Ивановна ответила ему тем же. Она вернулась через полчаса. Пин-код забыл от карточки. На дачу надо ехать. Он у меня там в тетрадке записан. Дачу, которая была в 30 километрах от города, Мария Ивановна покинула с двумя сумками картофеля и сеткой лука. «Грузи в багажник и поехали», – сказала она заскучавшему было парню. «В банк?» – переспросил тот. «Домой!» – бросила Мария Ивановна. «Не с картофелем же в банк ехать. А по дороге возле супермаркета останови, надо хлеба и молока купить». Водитель насупился, но промолчал. Темнело. Парень нервничала, Мария Ивановна была как никогда спокойна. «Чем сидеть без дела помог бы бабушке», – заметила она, выходя из машины. И мошенник покорно потащился за ней на пятый этаж. А там его уже ждали сотрудники полиции. «А как же внук?» – растерялся задержанный. «Нет у меня никакого внука», – спокойно ответила несостоявшаяся жертва мошенничества. «Как, впрочем, не было и никакого ДТП с человеческими жертвами. Я вас сразу раскусила». «Зачем тогда было в банк ездить?» «Чтобы за квартиру и телефон заплатить». «А на дачу?» «Чтобы картошку и лук домой привезти», – объяснила Мария Ивановна. «Иди, иди. Я тебе не бабушка с кошкой, а майор полиции в отставке». «Я тебе не бабушка с кошкой, а майор полиции в Ky 29-� 위해서 в смесь просто вошел». «Я тебе не бабушка с кошкой, а майор полиции в жертве».